Всем привет, с вами Диодан. Сегодня у нас 37 серия прохождения булатной стали за Византию. И вы знаете, что я обнаружил? Я обнаружил, что мой византийский дипломат, если подойдет сейчас к монгольскому поголоводцу и предложит ему перемирие, то монгол внезапно согласится. Вот я, если честно, не понимаю действия монгол. Они напоминают какую-то, знаете, неопределившуюся 15-летнюю девицу, которая не знает сама, чего она хочет. В итоге они согнали кучу армии к Никее. И мы ввязались в эту абсолютно глупую войну. Война эта ни к чему не привела, естественно, просто монголы у меня оттяпали от талии. Я же за это время спокойненько там поплавал, пограбил огромное количество городов. И, кстати, надо распустить нам огненный драмон. Ну, в общем, ребята, вы сами видели, что произошло. Заканчиваем 103-й ход. Понятное дело, что это перемирие-то у нас временное. Монголы рано или поздно опять на меня нападут. Ну, не знаю, по крайней мере за это время мы с вами что должны сделать? Захватить Балканы обязательно. И на этом можно уже, в принципе, заканчивать прохождение. Мы свою задачу выполнили. Мы сохранили территории в Малой Азии. К сожалению, не удалось, конечно же, уйти подальше на восток. Но, по крайней мере, Константинополь наш. Мы вернули себе юг Балкан. И сейчас отправляемся в Дурацца. Скопье или Скопье. И далее идем в Фессалоники. И на этом уже можно, в принципе, подводить к концу наше прохождение. Но все мы с вами прекрасно знаем, что это булатная сталь. И неизвестно, как что сложится, как что получится. Поэтому загадывать наперед, конечно же, не стоит. Сейчас у нас какая проблема на носу стоит? Это деньги. Денег очень мало. Армии очень много. Сейчас нам необходимо как-то грамотно это все дело расфасовать. Либо по-грамотному провести штурм в Фессалоник. Провести какие-нибудь сражения. Потому что буквально через пару ходов мне уже банально не на что будет задержать все мои армии. Мы видим, что расходы минус 6700. И монгольские армии то ли ушли, то ли подошли. Слушайте, и тут один момент настает. Что хуже и что хорошо? В Константинополе, посмотрите, еще прибыль 1934. Господи, куда ушла вся прибыль? Один вопрос. Куда ушла вся прибыль? Я не знаю. Наверное, нет торговли сейчас в городе, да? И в общем, нам надо что-то решать. Ребята, ситуация, ну, не критическая, но весьма близка к ней. Также я, наверное, отменю строительство стрельбища, ибо денег сейчас вообще нет. А в Смирнии у нас по-прежнему большие проблемы с осадными... Ой, с осадными стенами, с городскими стенами. Ну и что? Сейчас тут панели пропал. Либо мы сейчас все армии свои перебрасываем по-быстренькому на запад. Соответственно, воюем здесь с венецианцами. Ну, либо я не знаю, что еще тут можно предположить. Давайте, во всяком случае, отправимся в первую очередь в Дурацца. Если венецианцы захотят его отбить, то я дам бой. В это время в Каринфе у нас как раз находится Требюше. А на корабли-то я смогу сесть? Да, я смогу сесть. И более того, я могу даже покинуть. Да, безоговорочная победа. Замечательно расправляемся с Венецией. Ну и постепенно перемещаемся. Хотя, надо было все-таки, наверное, нам, к Фессалоникам перемещаться. Сводка новостей. Семейная трагедия нам это ничего не дает. От повышения характеристик, доклад о найме и крестовый поход. Вена. Слушайте, ребята, мне очень повезло, что крестовый поход именно на Вену. Я уж боялся, что на Константинополь. Ну и сейчас какая ситуация у нас? Надо распускать часть наших армий, ребят. Ибо бесконечно это продолжаться не сможет. Все это прекрасно понимаете. Где-то необходимо сокращать расходы. Сражаться в чистом поле с монголами у меня сейчас нет вообще абсолютно никакой возможности. Разбираемся с Иритиком. К сожалению, у нас это не получилось. Ну и что? Кто у нас попадет под сокращение? Архантопулы. Содержание всего лишь 180. То есть не самое дорогое. А войска-то более-менее качественные, да? Атака 10, защита 14. Хотя нет, слушайте, войска-то не такие крутые. 10 и 14. Я вспоминаю, вот записывал я еще Тевтонский орден, какая там была крутая польская, знать. Тут надо подумать. Конечно же, что в Константинополе сейчас напрочь отсутствует торговля, это большой минус. С другой стороны, начинать сейчас войну с золотой ордой, это практически равносильно самоубийству. Тут надо подумать, как нам расфасовать все это дело. То есть по-любому в Ченоколе необходимо оставить гарнизоны. И получается такая ситуация, что у меня в трех городах должны сидеть огромные гарнизоны. Это, конечно же, не очень приятно, но, по крайней мере, мы сейчас... А особого смысла-то объединять эти войска нет, все равно рано или поздно придется их переобучать. Ну давайте распустим Архантопол, хотя, блин, знаете, как-то жалко немного даже распускать эти войска. Да, и жалко, и трепетно, и ничего не хочется. Муртаты в 170. А распускать-то кого-то надо. Кастрофилаков. Ну, как бы это печально не звучало. Но, по крайней мере, давайте мы сначала начнем с суданских кочевников. Войска, которые нам, ну, навряд ли еще смогут пригодиться. Садимся на корабли и будем перебрасывать свои армии. Сюда. Пойдем к Фессалоникам, Скопье. Еще что-нибудь там придумаем. Но другого варианта я пока что не вижу, друзья мои, ибо надо думать. В это же самое время у нас в Чиноколе сидят скутаты. Ну, теоретически здесь вот контратуев можно распустить. Вы понимаете, мы много так, не насокращаем. Нам банально будет нечем воевать. Хотя здесь, смотрите, турецкие всадники, армянская пехота, откуда-то 300 единиц. Это очень много они жирают, естественно. Также у меня пранаари. О, вот это вот крутые войска, 12 и 30. Вот это я понимаю, ребята. Серьезно настроен на бой. Гасмули 285. Давайте их распустим. Ибо, ребята, все равно в ближнем бою, когда монголы отправятся на штурм, толку от этих гасмули будет не так уж и много. В то же самое время в Афинах, кстати, а может быть нам налоги-то поднимать? Давайте и налоги поднимем. Как это изменит? Нет, на доходы это, к сожалению, особо у нас не поменяется. Здесь 1735, 1780, а, 1605. Но в Константинополе смысла поднимать налоги я не вижу. Тут это ощутимого результата нам не придаст. Мы сократили наши расходы. Посмотрите-ка, ну прибыль будет. Я думаю, еще ходов 5, наверное, мне все-таки удастся продержаться. Но как долго все это добро у нас продлится, вопрос остается открытым. И как скоро на нас нападут монголы снова. Это, ребята, вопрос, который требует особого рассмотрения, скажем так. Ну, Золотая Орда. Да, здесь с ними воевать, ребят, вообще нет никакого смысла. Я думаю, все это прекрасно понимаете. Я, возможно, повторяюсь в очередной раз, ибо записываю после большого перерыва. Но, когда я играл за Тевтонов, когда я играл еще для себя, смысла противостояния Золотой Ордой я не вижу. Потому что это зерги. От них никуда не скрыться. С ними на равном ты никак не повоюешь. У них просто постоянно куча армий появляется. И все это закончится для вас печальным образом. Как бы вы там ни старались, как бы вы там ни пыхтели. Если только объединяться с какими-то другими государствами. Например, вот если бы была какая-нибудь, не знаю, конфедерация, европейский государств, которые вместе начали громить Золотую Орду. Потому что с ней воевать надо только всей Европой. Потому что Золотая Орда, это фактически весь Восток против вас воюет. Можно даже так сказать. Правитель Венеции мертв. Гильдия Купцов в Смирне. Король Испании мертв. Ну что, осаждаем Дураццо. К сожалению, наши осадные орудия здесь не успевают подойти. Сводка на вестей Грандмастер Гильдии Ассасинов. И Черная Смерть провожается в Константинополе. Хотя вот, мы видим, что наконец-таки она закончилась. И посмотрите, на доходы все равно. В минуса у нас уходят вообще лютые, лютые, лютые. Минус 3000. Ну, по крайней мере, я теперь могу сокращать часть своих армий, которая предназначалась для борьбы с монгольским нашествием. Мы продолжаем сокращение наших войск. В Адрианополе сейчас армии фактически как таковой нет, которая могла бы противостоять противнику. А в Константинополе наконец-таки закончилась эта чума. Мы объединяем часть скутатов. Передаем их в видение. Ну и распускаем таксотов. Самые бестолковые войска, которые у нас сейчас есть. Кастрофилаки тоже улетают. Но в Никея ослаблять гарнизон, это, я не знаю, это... Как-то не очень круто. Хотя мы видим, что здесь почему-то... Аааа, ну супер, чума началась в Никее. Дайте-ка угадаю, кто ее перенес. Нет, смотрите, лазучиков нет. Значит, чума сама постепенно распространяется. Ну, и знаете, вот это... Как будто вот монголы так и хотели, чтобы чума началась именно в Никее. С другой стороны, ну, войска сейчас будут помирать. Соответственно, будет уменьшаться расход на их содержание. Но Никея, это все-таки не Константинополь. Мы не можем ее слишком сильно ослаблять. Иначе монголы обязательно на нее нападут. И дальше уже их, я думаю, будет довольно тяжело остановить. Ну ладно, в то же самое время, что мы с вами можем сделать. У нас здесь есть флотилия. Можем попробовать осадить фессалоники. Но другое дело, что у меня тут армия не особо-то и сильная. Давайте высадимся. Попробуем осадить фессалоники. Армия состоит чисто из лучников. Если на нас нападут венецианцы, то мне будет очень печально. Но остается надеяться на то, что у них бубенчики не истали. Скажем так. Купцы еще спасают положение. 709, 768, 413. Нанять я больше купца не могу, к сожалению. Но купцы здесь, да, помогают. Если бы не было еще купечества, то я думаю, ситуация была бы очень-очень печальна. Можно заранее попробовать прорваться, наверное, венецианские крепости. 354%. Давайте попробуем. Отлично попробовал. Потерял лазучика. Просто замечательно. Ну что, не беда. Нанимаем нового лазучика. Здесь у нас какие у нас есть агенты? Лазучик. Кстати, вот у него неплохие такие характеристики. Еще один лазучик и очередной лазучик. Но переводим их заранее. Потому что ждать даже один ход, это очень и очень долго. Требюше. Распускаем. Я думаю, нам не скоро придется их использовать. Ну и, соответственно, все эти наши драмоны тоже отправляются. Ну, мы провели массовое расформирование наших частей. Что поделать? Заканчиваем 105-й ход. Посмотрим, что сделают монголы. И золотая орда. Ну, они просто стоят. Они так и будут здесь торчать. В любой момент захотят на нас, нападут. Да, мы видим, что часть своих армий они переводят на запад. Вот видите, нельзя предугадать, куда они пойдут, когда они нападут, зачем они идут. Это очень и очень печально. Если вот можно было бы сконцентрировать свои силы в одной точке, да, и, соответственно, там оказывать какое-то сопротивление монгольским армиям, тогда все было бы довольно просто. Я бы держал в некий сильный гарнизон, монголы бы об него разбивались. Я потягивал постепенно подкрепление из Адрианополя-Константинополя. Но мы видим, что тут у нас ситуация немного другая. Норвежцы на нас напали, совсем борзые. Ребята офигели. Ага, крестовый поход удался. Слушайте, шустро. Папа Римский сам пришел. Нормально. Сам объявил, сам пришел. Отлично. Итоги хода по Везам. Сводка новостей. Посол. Семейная трагедия. Семейная трагедия. Инженер. Ясно, понятно. Ага, и вот у венецианцев объявляется довольно крупная армия. И, соответственно, мне надо отсюда уже уносить свои ноги. Но в это время я захватываю дурацца. Загорочная победа. Грабим поселение. Да, давайте попробуем его ограбить. Далее нам надо решить, а что делать? Собственно говоря, дальше дурацца надо оставить какие-то войска. Чисто такой формальный гарнизон. Ну и нападаем дальше на Венецию. Снижаем здесь налоги. И, соответственно, наш правитель, любимый, переправляется на запад в дурацца. Там он будет сидеть. Мы же с вами нападаем на Венецию. Командир Лоренцо. Слушайте, ну там армия довольно крупная. Давайте сохранюсь. Игра успешно сохранена. Посмотрим, сколько мы там потеряем. 1190, нет, ребята. Это как-то слишком много. Поэтому я загружаюсь. Естественно, мне неохота терять тут половину своей армии на какой-то рядовой стычке. И получается, что нам придется проводить эту битву лично. Что мне очень-то и приятно. Ну ладно. Раз выбора не остается, давайте попробуем. Почему бы и нет. Так, гильдия лесорубов нам это все дело не надо. Армия наша. Слушайте, у нас стрелков не так-то и много, как мне казалось. А у противника там есть еще и тяжелая кавалерия. Так, эта армия у нас, знаете, она больше рассчитана на ближний бой. Хотя мы можем в следующем ходу перебросить несколько муртатов в эту армию. И, кстати, принца Тараси, это, в принципе, можно и оставить. Просто там дураться, сидеть. А сражаться именно своим императором византийским. Почему бы и нет. Далее. Перемирие. Венгры не хотят с нами мириться, к сожалению. Вот я не знаю, почему они такие упертые или упоротые. Как бы это так объяснить. Тут еще начинается проблема с религией. Хотя православных по-прежнему большинство в наших городах. Заканчиваем 106-й ход. Каждый ход, когда я нажимаю на окончание хода, это, блин, это ужас какой-то. Реально не знаешь, что будет происходить. Чем тебе ответят. Но интрига сохраняется. Другое дело, вот, а сколько мы будем возиться с этими Балканами? Как долго венецианцы от нас могут бегать? Хотя осталось захватить всего лишь две провинции. Но, знаете, это закон подлости. Медил 2 тоталвар. Что когда тебе остается буквально немного, игра начинает варить полный беспредел. И это печаль. Так, венецианцы там по ходу дела окружают наши армии. Перетягивают они священников поближе к Афинам. Ясно, понятно. Ну и заканчивается ход. Без эксцессов. Без особых происшествий. И это радует. Король Арагона мертв. Ага, видим, что тут у нас оказываются довольно крупные армии. Итоги хода. Уход в монастырь. Анна Дукас. Сводка новостей. Купец умер все-таки в Пелопонессе. В Пелопонессе. Ну и что мы теперь с вами делаем? Вот так вот мы, наверное, сделаем все это дело. Передаем сюда полководца. Передаем этого обратно. Кого бы нам тут оставить? Слушайте, ну лучники-то по-любому нужны. Муртатов. Один отряд. По-любому здесь необходим. Замечательно. Этот братини у нас еще оказывается заблокированным. А, это наш император. Все, замечательно. Соответственно, византийский наследник может спокойно идти вдураться. Отлично, да. Ну и вот она наша армия, которой предстоит провести сражение с тремя армиями противника. Командир Лоренцо. Я вот думаю, как нам поступить? Ночную битву провести или со всеми сразу? Надо хорошенько подумать. Потому что еще силы должны остаться на скопье. Блин. Надо подумать. Ночное нападение. Да, я думаю, наверное, 916 человек. О, елки-маталки. Там конные арбалетчики. Не, ребята. Тут надо ночное нападение по-любому. Ибо наша кавалерия и так устанет, а потом еще гоняться за этими конными арбалетчиками. Ну, вы понимаете, что это не самая лучшая идея, на мой взгляд. Нам лучше немного передохнуть. И потом со свежими силами уже разобраться с этими остатками венецианских армий. Ибо сейчас, если так пойти, то это будет, на мой взгляд, очень и очень тяжело и не очень приятно. Другое дело, как воевать. Ночные битвы. Для нас-то очень неприятно. Ну, а что нам остается? Начинаем битву. Вообще ни черта не видно. Да, ребят, я уже немного даже пожалел о том, что я решил проводить ночной бой. Хотя, смотрите. Елки-маталки. У нас тут муртаты издалека умеют стрелять, оказывается, да? Ну, заранее сюда переводим кавалерию на позиции. Вниз у нас спускаются скутаты-копейщики. Так, а кто у нас тут? Конные арбалетчики. Городское ополчение с копьями. Ага-ага-ага. А что, муртаты стреляют? Ну, как-то они не шибко синхронно стреляют, я вам могу сказать. Ну, давайте, ребят, нормальные залпы-то вы можете дать? А то просто какие-то плевки непонятные. Не, ну так-так даже баба Тони не стреляет. Ну, что-то как-то совсем вяленькое. Кого вы собрались убить такими залпами, ребят? Я, если честно, не понимаю. Ладно, ждем пока спустятся наши скутаты. Тактика будет, как обычно. Попытаемся зайти там во фланг противнику. Тут ничего такого экстравагантного выдумывать не надо. И главное всегда палить перемещение противника. Венецианские лучники, венецианские лучники. Ну, не знаю, может быть, парочку отрядов выделить. Все-таки, потому что сейчас эти венецианские лучники нам тут настреляют. Там еще ополченцы с копьями идут. Тоже не самое приятное. Вот посмотрите, как организованно выступают войска противника. Слушайте, вообще каша мала начинается. Мы ворвались на вражеских конных арбалетчиков. Стреляем по вражеским стрелкам. Но вот городской ополченец с копьями, они тут не особо-то активно действуют, я вам могу сказать. Слушайте, вот такие битвы, когда начинается тотальная каша мала, они не совсем радуют. Ладно, возвращаемся к игре. Я, ребят, извиняюсь, что немного уставший, ибо... Ну, вы сами знаете, что серия предзаписанная. Соответственно, тут качество немного страдает. Я на сегодняшний день уже 15 серию пилю. И просто поймите меня как человека. Ну что, в это время... Кстати, вот эти вот страдиоты вообще бестолковая кавалерия. То есть использовать ее как что-то такое хорошее я лично не могу. Ну, на них тут влетают рыцари и феодалы, соответственно, все теряется. Там бегут к нам городские ополченцы. Слушайте, там еще ополченцы с большим щитом. Один отряд, я так понимаю, я полностью потерял. Врываемся там на венецианских лучников. Но сейчас надо нашу кавалерию спасать, иначе тут мы все потеряем. И будет очень и очень больно. Вот туда бы, туда бы кониться. Ну, тут мы полностью этот отряд потеряли. Кого-то там убили. Переводим кавалерию как можно быстрее сюда. Главное еще генерала своего не потерять, как я это люблю. Давайте мы, наверное, битву продолжим в следующей серии. С вами был Диодан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Где-то новых выпусков. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok